Закрыто будет сто процентов А вот и пачечка Всего-то 2,5 миллиона рублей Не много, да? Я вам говорю, а ты не много Это очень мало Ведь есть люди, есть люди, которые покрупнее берут себе карман и засовывают Но вот незадача Этих людей арестовать нельзя Знаете почему? Потому что они отдают приказы арестовывать тех, кто ворует у них Это седьмая часть задержания взяточников Восемь лет в исправительной колонии строгого режима Проведет за взятку 1 миллион 700 тысяч бывший руководитель госжилнадзора Также ему придется объясниться А что у него за диван вообще такой? Диван, который выдерживает его жирную пузо Еще штраф будет обязан оплатить 3 миллиона 300 тысяч рублей Ну так чисто, чтобы четко было все ровно 1 миллион 700 тысяч и штраф 3 миллиона 300 тысяч И что у него за должность такая была, что он такие деньги зарабатывал? Ну, своими словами Построили, значит, многоквартирный дом Этот дядя перекатывается к дому Смотрит на нарушения в строительстве дома Ну, знаете, типа инспектора Об этом дядя знали все в Севастополе Он часто угрожал добросовестным строительным компаниям Умышленно написать акт с нарушениями в строительстве Но если вы дадите мне денег, я все напишу, что тут все хорошо, красиво и окей Вот тогда-то, давно еще, строительные компании сели и подумали Смысл нам тогда строить качественно? Мы будем строить хлам Ведь все равно этот колобок прикатит и забракует Он брал и деньгами, и мебелью, и золотом, и серебром, и даже продуктами питания Ну, видно же, да? А теперь, внимание, наши законы сейчас услышите Фито-взяточнику запретили занимать руководящие должности в течение 10 лет Ну, а потом, все по новой Блеск Водитель съезжает на грузовике с дороги Наверное, ему стало плохо Нет, он был пьян Все, что у меня есть, я тебе ложу сюда Мне ничего не надо, это уголовная ответственность Ну, пустя Давай, что, там ничего не слушается, ничего, порви Все, я вышел и пошел, сними наручники, я пошел Напишу ДТП, да и все, это самое, ну, знай И сейчас приедут, это самое, заберут машину Через полчаса приедут, заберут машину Все ДТП, я вас предупреждаю, это уголовная ответственность Сань, мы друг друга ничего не видели и ничего не знали Он пытается, но не получилось Он пытался, но не вышло А знаете почему? Потому что Беларусь Там всех нагинают, всех гнут И наших, и ваших, и по делу, и без дела Слушаем, смотрим Сань, мы друг друга ничего не видели и ничего не знали Не буду комментировать, просто посмотрите задержание следователя обосравшегося Добрый вечер Управленник ВСБ Здрасте Представьтесь, пожалуйста Сергей Дмитриевич Ваша фамилия Руки подавались на стол, чтобы видно было На стол положите Ага, старайтесь Руки на сцену Чтобы руки видно, чтобы мы вас наблюдали Сюда проходите, пожалуйста За что вас задержали? Не знаю Понимаете? Понимаете Понимаете? Угу Что вы можете пояснить по одному форму? Ничего, пока я в шоке А? В шоке В шоке? Посмотрите на них Вы прекрасно понимаете, куда справились, да? Да, да, все Да? На что деньги получают? Не знаю пока Что у вас в чемодане? Ваш чемодан? Ваш чемодан? Ваш, да? Ваш, да? Сколько денежных средств? Да, я не знаю, он на счетовой Нет, сколько сеть денежных средств у вас в чемодане? Ну тут трудно сориентироваться Ну тут трудно сориентироваться Вот написано Сколько? Возыгрыш Это наша жизнь Мы живем среди таких людей Мы видим, как они ездят на больших тачках Как они живут в больших домах за большими заборами Ну мы стремянку ставим и смотрим Они знают друг друга Вот эта тетя в налоговой работает А дядя налоги большие платить не хочет Он тете в сумочку бумажечки покложит И она проведет в компуктере сумму с дорисованными нулями Прикиньте, да? Двадцать мультов за раз Хм Да неужто ей не захотелось бы двадцаточку взять? Эх, хотелось Возможно и брала Да вот засада К ней постучались в дверь рабочую Не хочешь сидеть? Давай выдавай Всех и вся Друзей налоговиков Друзей давалок Ну и кто там сует тебе в карман Вот она и сотрудничает А мужик этот бородатый Заработал сотни миллионов рублей На своей транспортной компании Но дав взятку двадцать Сэкономил так прилично Да еще и налоговые вычеты делал Даже, наверное, в плюс выходил Он пошел по одной из статей, которая называется Уклонение от уплаты налогов Вы же платите налоги с дохода? Да? Вы давали когда-нибудь взятку гражданинам полицейским? Конечно же нет Ну, по-любому Вот как это делается Ну, это обучающее видео Это два актера И это все не по-настоящему Делать так, конечно же, нельзя Все, ко мне без вопросов Более тридцати километров превышение Ну, ну 101 рублей штраф вам нужен Ну, давай сотку даю сюда Что сотку? 100 рублей даю Ну, вот У меня рожить в кармане есть и все За что? Не за что разобраться ты поехал Давай я вниз Потому что куда-нибудь И все Мамусь по полтинничку За так стоять будет, за Ну, давай петь Упей пеницу Или все что Еще недавно Алексей Баштовой был крутым чуваком Он возглавлял районный отдел полиции А за что попался? За 90-е Леха в 90-х так и остался Леха ты, Алеша Ходил крышевал всех на рынке Таксистов Ну, чего тебе? Зарплаты мало было Тут, конечно, мало там Что там, 50 тысяч платят А тут 999 выходило за месяц Разумеется, он не сам работал Но посадили только его Ничего, извиняюсь Я как официальный лицо Говорить еще не имею права Ну, ожидали, что он на такой спасатель? Естественно На его место придет другой начальник И все те, кто были ранее под Лехой Перестанут собирать тысячи За продажу укропа и редиса с бабушек Так, а теперь я свою работу не помню Просьба камеру выключить И наши документы Когда его допрашивали, он сказал, что Попросил денег в долг у одного бизнесмена И второго тоже И двусотого И у всего своего района Зачем тогда прятал деньги в штаны Когда к нему зашли человечки в масках Он не смог объяснить, а просто глотал слюну Ну, вот на рынке тут разговоры сегодня Только о нем и говорят Говорят, крышевал таксистов Пока радость Почему? Ну, я не знаю почему У каждого своя причина Ну, вы рады? Я рад, лично Рад или не рад Таксист еще и сам понять не может Ведь новый районный кабанчик Может тариф повысить Ну, это полиция Там уж как попрет Почему рады-то? Он разве имел к вам какое-то отношение? А вы снимаете, да? Тогда не буду говорить Да, наверное, мужик все-таки прав В наше время лучше молчать Ну, то полиция Окей, полиция А как насчет администрации района? Всякие же там депутаты Они же с ментами С полицейскими Они же должны друг друга знать Рука руку моет и все такое Ведь в связке же всегда идут Однако вечером арестовали Алешку А на следующий день Утром и в обед В здании администрации Во вторник никого Ни одного человека Кроме секретаря Чтобы она сказала заветные слова В командировке Хоть кто-нибудь Никого сегодня нет Может замы Замы, может быть И он тоже в командировке Глава администрации Живет в этом чудном домике Дома его Не оказалось почему-то А оказалось Дом этот Построили нарушители закона Которым глава этот Пообещал прощение Если они построят ему домик И понесет наказание В соответствии с действующим законодательством Сомневаюсь Смотря какие у него друзья И какого полета А как вам такой ребус Не так давно Судья в суде Вынес приговор Судье Еще раз Судья в суде Вынес приговор Судье Самый настоящий судья Похож Похож На нашего похож Он взятку взял За вынесение приговора Невиновному 14 миллионов Вот послушайте сами Буквально самое первое слово Как его назовут? Гаврюшин Предъявлено обвинение Гаврюшин Эх ты моя свиномордная Рыла Как же тебе подходит Эта фамилия За принятие решения Поиску на Проспи... Поиску на Проспи... Проспи... Да что ж такое Я никого не хочу обидеть Но когда бы мы Обычные люди dece també Стояли бы мямлили На суде Нас бы попросили Не тряпкой быть Готовится к суду И читать Выразительное Поиску на Oslo Свыше 326 миллионов рублей покушался через посредника на получение взятки. Сколько? 326 миллионов? Так куда там нашим средним зарплатам в 50 тысяч рублей? Вы же полто зарабатываете? Да 100% зарабатываете. И хватит вам. Правда, скоро их и на коммуналку хватать не будет. Я не говорю про ипотеку по 20%. Всё хорошо, идём вперёд. Но это ещё не всё. Его родной сын тоже необыкакой чинуш пошёл куда надо. Ему отсыпали 14 мультиков, он их в папочку, да и понёс папочке. Пошёл прямо во дворец правосудия, где трудился папа. Там-то сына и завязали. А что грозит нашему Гаврюшечке? Я знаю, вы переживаете. До 15 лет. До 15 лет ему грозит. Или... Или он может заплатить штраф. Просто штраф и не будет садиться в тюрьму. Классно же придумали, да? Правда, штраф в 100-кратном размере. А это 1 миллиард 400 миллионов рублей. Что-то мне подсказывает. Не, не хватило бабла. Сел в тюрьму на 8 лет. Чё, не 15, а 8. А сынок будет отдыхать 7,5 годков. Эх, если бы Гаврюшка дружил с этими знатоками, с этими юными фальшивомонитчиками. Молодые преступники подделывали бабосики. Да так профессионально, что их принимали даже в банке. В банке. И банкоматы тоже глотали. Деньги... Бывало у вас такое, когда вы суёте в банкомат деньги, а они не суются. Ну вы их опять туда. А банкомат выплёвывает. Эта бумажка произведена юными зелёными фальшивомонитчиками. Вот этими ребятами, скорее всего. Деньги продавали за треть стоимости. Те, которые производили. Вот вам надо 100 тысяч рублей. Вы берёте настоящие 30 тысяч рублей. Даёте этим соплячкам. Соплячки вам дают 100 тысяч фантиков. Но они как настоящие. И банкоматы кушают. Так в чём разница? Ну почти ни в чём. Правда, они закон нарушают. И вы тоже. Если вам нужен миллион фальшивых, платите 300. А настоящих вам миллион фальшивых. Деньги передавались через закладки. Зелёные бандиты, как мне показалось, вину абсолютно не признали. Напротив, им весело и прикольно. Правда, до вынесения приговора. Молодые люди, чего ждёте от приговора? Есть какие-то ожидания? Есть какие-то ожидания? Прошлую нашу встречу вы довольно весело себя вели. А сегодня как-то пришло к вам осознание того, что вы совершили? Что это серьёзное преступление, за которое вам теперь грозит наказание. Теперь вы это понимаете? Или так же есть его относится к этому? Вот вы лично чего ждёте от свальшивых приговоров? Вы осознали свою вину? Вы отвечали за сбыт? Я ничего не хотела говорить. Вот мы молодая девушка. Как вообще вы оказались в такой преступной схеме? Должны ждать какие-то причины? Нет. Вы раскаиваетесь, что совершили это? Вы довольно умные, молодые, командовые люди. Это не просто то, что вы сделали. Вот неужели вам свою одарённость нельзя было направить во что-то другое, в какое-то правовое русло? И в прошлый раз вы не дали какого-то комментария по поводу суммы. Это раз тоже не дадим. Почему? Ну зачем вам это надо было? Так получилось. Что сейчас чувствуете? Раскаяние. Им вменяется изготовление подельно-банковских билетов как по месту работы Ефимова в съёмной квартире. Бывали они через курьерскую службу СДЭК, через магазин на сайте. Маскируя их под книжные закладки, вставляли вырезки из журналов для того, чтобы не было видно сотруднику курьерской службы о том, что конкретно отправляется. Мама одного из бандитов оправдывает своего золотого ребёнка. Вы можете про своих детей сказать, почему они те или иные шалости делают? Вы считаете, что это шалость? Нет, это не шалость. Ну просто вы такие вопросы задаёте, девушка. Кто на них может ответить? Знали, чем занимается ваш сын? Ну конечно же нет. Как узнали? Я бы воздержалась от комментариев. Всего доброго. Суд приговорил. Ефимова Олега Владимировича признать миновным. Окончательно назначить Ефимову Олегу Владимировичу к отбытию наказания в виде лишения свободы сроком 6 лет. Назначить Скворцову Андрею Владимировичу. К отбытию наказания в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Афёрова Ивана Алексеевича сроком 4 года. Алисова Антонна Дмитриевича 4 года. Исаеву Юлию Ивревну признать виновным в совершении преступления. Окончательно назначить Исаевой Юлию Ивревне. К отбытию наказания в виде лишения свободы сроком на 9 лет. Слюбиво решение вынесут. Как вы считаете? Я приговорил 8. Можно я ставлю в близком комментарии? Давайте без комментариев. Юлька получила девятку, потому что она была главной в банде. А ещё это её третья судимость. Она распространяла и производила белый порошок. Хотя ей всего-то 26 лет. Эта банда известна многим в родном городе и Москве. Конечно же, Москве. Ребятки тусили, как могли. Дорогие тачки жили только в самых дорогих отелях, где сутки проживания стоили 80 тысяч рублей за одну свиномордочку. Вы никогда не задумывались? А какого чёрта в нашей стране так много коррупции? Да может потому, что вот такие дяди работают в противодействии коррупции. Ну вы поняли, да? Дядя, который работает в противодействии коррупции, ну так своими словами, попался на взятки. Ваша фамилия мне очень сложность. Представьте, будьте любезны. Оперуполномоченный Управлением экономической безопасности противодействия коррупции. Что вы здесь делали? С кем встречались? С кем общались? Со своим, в общем-то, служившим. Может, ваша середичная рубль, которая является сплоченными средствами. Неужели, денежь средств, количество 48 штук. Ну что за люди? Человек в положении. А они заперлись, испугали бедного человека. Он смотрит, клипает. Бедный аж боится, что ж сейчас весь и... На диету его посадят. На диету надолго посадят. Стой. Стоять. Стой. Добрый день. Добрый день. Снимай. Чего? Снимай, снимай. Сейчас. Мы их не трогаем пока фотографируем. Подожди. Фотографируйте. В отношении вас проводился оперативно основное мероприятие оперативный эксперимент. После получения денежных средств вам прибыли сотрудники, которые вы выкинули только что в окно. Денежные средства зафиксированы понятыми. Ну что, досмотрели вы до конца. Топайте теперь на работу, зарабатывайте свой полтосик. А может вы уже на работе? А может вы живете на работе? Полтос заработали и хватит. Не больше. Больше не надо. Больше не дадут. А если заработаете, отберут.